знаешь как это плохо когда есть деньги бабы и наркотики одни эмоции 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 пафос пафос деньги деньги да большие деньги да машины там всякие дома там вечеринки колеса наркотики ну я этого не хочу не хочу не хочу панта мимо мы ее обязательно вырежем в самое начало и тогда у нас будет 2 миллиона просмотров на кладбище но не тот кто снимал клип тарас я видела ваши клипы а вы смотрите мои клипы все шутки в сторону серьезная передача начинается здравствуйте дорогие друзья с вами программа хотела сказать табу нет но . ты но толеранс никакой толерантности только правда чистая правда ничего кроме правды в чем суть этого шоу заключается она заключается в том что мы просматриваем различные видеоклипы даем им оценку честную оценку то есть мы не не знаете как какая проблема есть у музыкантов они когда встречается друг друга квалят вот и неприятно они не могут сказать неправду но за спиной не всегда гадости мы в спину никому ничего не говорим мы говорим все в лицо так как она есть правильно или неправильно кстати хочу представить анастасия антон и тарас анастасия моушен дизайнер антон не моушен дизайнер а графический не то есть талантливые очень ребята конечно не такие талантливые как я рэп исполнитель тарик назовышка и скромные я считаю компания у нас очень интересная тесная но интересная правильно вот и соответственно перед тем как мы начнем просматривать видеоклипы которые сегодня нам подобрала анастасия да и мы с антоном не в курсе не в кухне что происходит вы не в курсе много хороших клипов и исполнителей поэтому будем просвещать анастасия она как никто умеет говорить приятные вещи после которых по вечерам приходится обнимать коленки и плакать в подушку но неважно давайте на это не будем отвлекаться но перед тем как мы начнем сейчас просматривать эти видеоклипы я хотел бы чтобы ребята назвали по три исполнителя или группы которые вы в течение этой недели слушали просто чтобы было приблизительно понятно какую музыку слушать ребята из группы я люблю группу хлеб моя любимая да да черствую черствую колбаса сыр очень много хороших я в общем и люблю а вы про музыку спросили теперь мы будем спрашивать про наркотики потому что вы не слушаете еду группа хлеб это очень саркетическая очень классная группа с очень смешными клипами и песнями и вы слышали да хоть какую-то песню группа хлеб очень смешно и очень астроумно очень юмор если так продолжится то мы не можем группа хлеб в общем большая шуточка была группа хлебки да и с петушками а нет еще мне нравится кони уэст кони уэст три вискот скриптонит так вы давайте так не разгоняйтесь пожалуйста ну ладно не могу выделить 3 вот это еда все кулинарное шоу наше заканчивается переходим к Антону Антону три исполнителя которых ты слушал последнюю неделю в твоем плейлисте он же сказал лук и чеснок да лук и чеснок во-первых во-вторых твистедсистер буквально ВСП, Флитфоксес, Крисан Томас тоже понесу парню три дня назад давайте тогда а с луком и чесноком совсем не да и давайте единственный человек которого умеет считать до трех это я поэтому я назову группу РЭД назову группу ХИН и назову еще на три буквы Софи Элис Бэкстер а? как вам? как вам? нежидина 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 ну вообще мне ничего не знакомо конечно кроме ХИМ которые вы заставили меня смотреть конечно да 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 всегда надо использовать свою служебную положение а я использовала и заставила вас смотреть клип и скриптонита давайте плохого не будем а давайте все таки мы перейдем к просмотру и первый у нас клип первый клип у нас Эд Широ и Травис Скотт немножечко опишите почему вы выбрали именно эту песенку для просмотра антисошал антисошал да 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 и на этом мы бываем антисошал ну это современная тенденция в принципе посмотрите телевизор и вы поймете что все это актуалочка да? это актуалочка во первых это клип ну 19 года старенький такой клип да немножечко старенький но он мне нравится тут отсылочки к фильму посмотрим сколько вы узнали здесь фильм ну очень дорогой 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 клип как любят на западе он в том году как раз решил со всеми со всеми фиты сделать рэпером и хлеб невкусный был наверное что сколько просмотров давайте начнем с этого знаете это часто очень позитивно влияет то есть когда нам говорят что там 200 миллионов просмотров то мы как-то такие думаем ну может мы что-то не поняли знаете как это вот современное творчество там картины человек наляпал что-то и говорят это 2 миллиона долларов стоит и ты уже такой встаешь и начинаешь долго-долго смотреть с надеждой что ты все-таки увидишь что там происходит где-то 50 миллионов а 50 миллионов слава богу очень много такие цифры вам неизвестны это немного потому что мы знаем что клип не лето есть такой молодой человек который исполняет песню любимка 150 ну там конечно полнейший трэш в принципе это еще если сравнить то еще более-менее тысячи здесь они решили сделать отсылочки к разным фильмам а о чем песня да вот антисоциал то есть это как бы такие ребята которые не очень социальные да то есть они социопатики маленькие да донтатчми не трогай меня ну давай я хочу твое мнение послушать вот что понравилось что не понравилось Не, ну типа, снято прикольно, но что-то мне было скучно вообще, я не вижу логики, но экспрессии явно не хватало, не, ну да, это, короче, монотонная такая херня, под такую музыку он тут не канает. Ну ты просто такую музыку уж не слушаешь, отширана, ты что слышал, отширана? Не, он слушал, я слышал, он забывает, ну такой, ну, классник, поныть любим, да, да, да. Вот это как раз вы любите, как говорите, калиночки и поплакать в кроватке, вот под него можно. Нет, это после общения с вами, а так, в принципе, жизнь меня не так расстраивает, да. Ну так, после общения со мной в кроватку и слушайте отширана, и гениально, потом дождь за окном и настроение. Ну если нарезать, то получится со мной в кроватку. Под дождь, с хлебом. Вам, вам, вы как ценитель, ну как, вы же называете себя музыкантом. Да, я же музыкант, в принципе. Что, во-первых, радует, что отширан все-таки музыкант, он умеет пользоваться музыкальными инструментами. В отличии, скорее всего, от второго персонажа, которого разорвало на Марсе, потому что он очень умный. А про него сняли фильм от Нетфликса? Про вас сняли фильм от Нетфликса? Знаете, это не самый лучший показатель того, что… Это не за слово, ну да, так себе, так себе, это фу. Нет, это замечательно. Да, фильм про тебя снимает, это да. Но, что касательно вот этого видеоклипа, который мы посмотрели. Знаете, с одной стороны, картинка действительно неплохая. Все фильмы я, конечно же, не узнал, и слава богу. Но, с другой стороны, экспрессии, вот то, чего мне не хватило, это экспрессии. То есть, они пытались там как-то это все раздуть. То есть, я все-таки человек такого рэпкоровского направления. Ну, вы же очень экспрессивный человек, конечно. Да, я экспрессивный человек, и, следовательно, мне этого не хватило. Они попытались шокировать через картинку, как все, в принципе, стараются делать сейчас. Им разрывало там черепа, потому что… Угу, графика красивая. Очень красивая графика. Там такая графика, что просто… Ух, какая там качественная графика просто. Ну, в смысле. А когда, как карты, пацан, тогда голова менялась, не рыхлась. Заметили? Самое интересное, вот песня, когда она классная, когда она классная, то вы запоминаете, допустим, припев. Вот, пожалуйста, Антон, можешь припев этой песне? Ну да, точно. Я даже мотив, честно говоря. Вот, вот. У меня аналогично. Потому что вы были вовлечены в картинку. Какая разница? Это ж, ну, разумно. Вам не понравилось вообще? Зонный мозг работает на картинку и на звуке. Да, 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 да. Дантачми, дантачми. Вообще, я не заял вам дантачми, дантачми. Вот даже я смотрел, я даже не помню. Вот даже дантачми, я не помню. У меня просто вот чистый такой… Ну, нужно витаминки вам попить, для памяти хорошие. Белый слух. Стишки учи-то. Давайте тогда ваши аргументы, что это прикольная музыка. Я не запомню, дантачми, дантачми. Антисошиал. Мне близко. Ну, вы женщина, в принципе, и поэтому вам дантачми, вот это, знаете, вот это движение против харассмента, это, конечно же, оно вам запоминается значительно сильнее. Дантачми, дантачми. Можно сказать, что эти два… Мужчины как-то сильно, да? Мужчины, а чего не мужчины, а чего? Два… Особи. Две особи, да. Два артиста. Они работали больше на женскую аудиторию. Потому что дантачми – это вот мету, вот это вот движение, это вот… На тех, кого есть вкус. Вкус. Сделали идеи, типа давайте сделаем… И шуток заготовлены на вкус и прикус. А, да-да-да, записано, записано. Да-да-да. А больше шуток у вас нет, я вижу. А больше шуток у меня нету. Ну, да-да. Так что все, выключаем свет, одеваемся и выходим. Красиво, задумка, что прикольная. Снято красиво, дорого-дорого. Опять же, можно сказать… Да-да, они молодцы, вот дорога. 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 Ничего нового интересного. В смысле нового ничего нету? Ну, что взять там какие-то фильмы топовые, чисто их нарезать, и присоединять. Не все… Не томовые, ключевые. Смотри, какая идея. Это вообще шикарная идея. То есть подход. Они такие… Тот, кто снимал клип такой. Тарас, я видела ваши клипы, вам вообще грех что-то говорить, просто грех. Надену очки и золотую цепь, и я боженька. 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 А еще и меховую шубку. Меховая шубка. В стиле рэпера. А вот давайте не будем обсуждать. Ганста рэпера. А вот не будем мы обсуждать. Да-да. Да-да. Подниматься до такого уровня. Задумка. Подождите, подождите. Вот с этим говном. Понимаете? Не надо. Не надо в святое, это лезь. Понятно, все. Да-да. Кто-то сегодня будет плакать ночью. Человек, который сценаристом был, он просто такой… Какие у нас там… Не смешно было? Фильмы, 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 да-да. Какие фильмы я посмотрел за последнюю неделю. И просто вот ракурсы, ракурсы взял и так… Ребята, у меня есть идея. Плагиатина. А чем это плохо? Плагиатина. Плагиатина? Черно-рыжая плагиатина. Вот. Ну, давайте так. Я сейчас… Не общение, про что с вами говорить просто. Я знаю, Анастасию, сейчас будут такие клипы, извините меня, что мы сейчас еще на колени встанем перед этим черным, который был в этом клипе и скажем, что он гениальный. Хороший клип или не очень? А то есть у вас есть даже хорошие клипы? Интересненько. Давайте, давайте. Все, все. Хороший клип. Запускаем. Хороший клип. Хороший клип. Хороший клип. Хорошая. Все, смотрим. Вы скажите, кто, что это, подождите? Это Дензел Карри, вы вряд ли знаете. Это рэпер. 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 Черный. Черный. Рэпер – это кто классно там, флоу, читает музыка, пишет текст. Ну, короче, вам не понятно. И пишет текст. Хорошо? Пишет текст. О, и классный текст. Да, да, да. И клипы снимают красивые. И шубы. Нет, это Тарас. А это рэпер. Тарас. Так, 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 так. Тихонечко. Ух, вы смотрите. Вич 8. Да, Клауд КБ. Это очень смысловая нахлосочка, вы смотрите. Да, у них не хватило на цветную пленку, да? Чернодельник. 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 Да, да, да. Ой, верблюд у Нестонии хватило денег на стадо верблюдов. А смотрите, у меня коня. Снова гемоглобинчик опять немножко такой пониженный. Вот такой вот я люблю, вот это я люблю. Ну сейчас вы актилочки опять ничего не поймете, как обычно. Ничего себе клуб интеллектуалов. Я люблю, что я подпирал очень даже хорошие идеи для цветов. Тринадцать? Или что? Ну, я слышал. Ааа. Очень не дурно. Ничего себе. Из черных тянуть деньги в белые, видели? Белый тянет в черном виде. Продюсеры, продюсеры, это его продюсер. Вайнштайн такой. А это наркотики дает, это уже как новый рэпер. А как же рэп без наркотиков, вы что? Ну вот, это же говорится, что продюсеры кормят своих рэперов наркотиками. Вот все, она новый рэпер. Вот села под это. А то есть без наркоты рэпа не бывает? Продюсеры, чтобы тянуть деньги, делают одинаковыми татушки, цепи, наркотики. Чтобы были все похожи на популярных рэперов. Продюсеры как делать, чтобы потом зарабатывать на них. Да. И вы видели еще на цепи вот этот гипнотизирующий. Это что же типа? Гипнотизирующий. А это люди смотрят. Видите, тоже статуи нарисованные. Хотят подражать. И тоже быть такими же рэперами, как и они. Ну, он же говорит, что это плохо. Не нужно этого делать. Типа, вы же не знаете, как мне плохо. Типа, вы же не знаете, что это плохо. Наркотики. Вы себе изменяете. Типа, это не надо. Короче, суть. Кто хочет подвеситься? Суть. Либо в том, что не будь директором, будь продюсером. Кстати, да. Да, точно. Понятно. Будь личной. С собой. Не нужно делать то, что делают другие. Просто для того, чтобы сильно. А что не банальные. Видите, он сейчас типа машет птичетами, что смеется с него. Типа, я сейчас затрелю себя. Да, да, ха-ха, смешно. А это такой, давай, давай, вали со сцены. Иди, иди со сцены. Ну, если ему 27, то уже пора. В клуб 27. В клуб 27, да. Все, привет. Они же думали, что, знаешь, как парень неудачно сыграл брусскую рулетку. Он знает, там что-то через раз стреляет, там повезет, не повезет. Ну, там револьвер, правда, нужен, но это такое дело. Я не знаю, мне, честно говоря, вызвало, во-первых, какую-то печаль это все. Во-вторых, приходит какое-то поколение, да, молодое. И они такие начинают рассказывать, ну, ребята, моя жизнь такая сложная, я популярен, и наркотики это такое зло. Знаете, я просто немножечко старше вас. Немножечко. И вот эта новая школа, она мне не очень интересна, потому что я считаю, что они бестежные, они какие-то пустые все. Нет, это вас научили терпеть, не говорить то, что вы думаете. А сейчас на его существо. А сейчас на его существо. Мне это абсолютно не интересно. Почему? И все, кроме того, что о наркотиках, о каком-то блевотном пафосе, ну, назовем это так, они ничего предложить не могут. Поэтому и наше вот это подражание, то есть новая школа рэпа, ну, все они наркоманы, говорят, как же плохо быть наркоманом. Он не говорит, что плохо быть наркоманом. Товарищу прескрипта нету и прочее. Ну, у меня какое-то вот черно-белое умение просто. Извините за... Не понравилось, как он читает текст там красивый? Он читает текст. Он читает текст. Он книжки читает, мне интересно. А вы читаете книги? Я читаю книги. Да, последний шел пришел. Ничем не понравилось. Ну, типа, даже, вот, если в прошлом, там, какой-то, типа, продюсер был, какой-то, там, нормальный. Какой-то сценарист, типа, а тут, ну, типа, ходит чувак, там, машет, короче. И смысла в этом нет никакого, как ты говорила. Смысловое, смысловое. Где там смысл? В чем смысл? Я тебе рассказываю. Не гнался. Ну и шо? Так это, типа, ну... Это ради этого не стоит тратить... Другая сторона. Другая сторона. Вот две минуты жизни или сколько, три, смотреть этот клип, чтобы понять, вот. Смотрите, вот. Нет, подожди, подожди. Мне нравится песня. А вот еще красивый клип по смысловой нагрузке. Дополнение очень красивое. Какая-то печаль, да, какая-то у нас тут дела, просто вот... Ну, просто... Пошел дождь, и здесь печаль. Нету, но я... Ну, как это... Ну, короче... Вода, вода... Unylo... Унылое... Вот... И... Смысла я в нем... Я просто вот даже чувствовал, что я раскис уже. Просто... Типа, что я за смысл? Потому что ты сказал смысловое. Типа, я ждал, что там, когда глубокий железь откроется... Глубокий этот смысл есть. Ты, когда приходишь, там, смотреть картину Ван Гога, ты не понял. Ты говоришь, фу, какое дерьмо. Ван Гога. Как можно не понять Ван Гога? Это же Ван Гога. Я понимаю, если Малевич. Ну, это же то же самое. Ты не понимаешь, ты же не скажешь? Да нет, какой Малевич? Виноват автор, если ты не понял. Виноват автор, но... А в чем это будет отличаться, допустим, от клипа любого другого исполнителя, который говорил о том, что наркотики это плохо? Другой, любой клип рэперов, что там, девушки горенькие, деньги, тачки, цепи, все. Второй раз ты показываешь клип, в котором говоришь, что наркотики это плохо. Это не говорит, что наркотики это плохо. Это то, что рэперы принимают наркотики, делают татуировки. А только рэперы принимают наркотики и делают татуировки. Слушайте дальше, чтобы подражать. Это неизвестные рэперы видят известных рэперов. То, что там наркотики принимают, татушки делают, цепи, все делают. То же самое повторяем, дублируем. Короче, это все разбутое эво называется. Да, все. Смотри, смотри, как кратко, лаконично и хорошо. Смотрите, я просто почему... Типа, вот я рэпер и я... И я странная. И я вижу, как оно что-то делает. Расскажу-ка, я обычный. А почему нельзя? А почему нельзя? Почему нельзя? Я классный рэпер. А почему нельзя сказать о плохой стороне? Ну, давайте так. Можно я теперь возьму немножечко одеяло с правой и с левой стороны? Укройся. И буду спать. Расскажу, почему такая музыка меня не цепляет. Хорошо. Потому что, может быть, я действительно уже в такой возрасте и смотрю как-то более глобально, более широко. Потому что вот ассоциация, что у меня вызывает вот это. Знаете, это как... То есть, они считают, что они что-то очень важное, очень глубинное открывают. Что это просто сейчас вот он снял этот клип и люди кругом, о боже, как мы можем жить в этом. Угу. Но я это ассоциирую приблизительно с тем, как дети 3-4 лет подходят, вот так закрывают глазки и меня больше не видно. Или открывают, видно. То есть, это такая какая-то наивность, детскость, которая может вызвать только улыбку такую. Необоснованно. Но очень печально, что они воспринимают то, что они делают и то, кто они есть всерьез. Самое печальное, что есть люди, которые тоже воспринимают это всерьез. Да, да, кстати. И предлагают другим просматривать и дают на оценку эти видеоклипы. Просто это вы два брата-акробата. Мне намного интереснее против женщины всегда выступать. Это раз. А во-вторых, намного интереснее смотреть какие-то видеоклипы, в которых есть. Если, допустим, они и поднимают какие-то темы, но хотя бы с каким-то сарказмом и юмором. Потому что юмор все-таки это, скажем так, показатель острого ума, интеллекта. А это все унылое и, да простите меня, приверженцы Black Lives Matter, здесь не связано с цветом кожи и всем остальным. Ну, а ну, это блеводный пафос. Ну, давайте, наверное, закончим, да, обсуждение этого. Давайте уже сдайте хлеба, да. Дайте хлеба, да, да. Насыпьте нам накрошитель. Я бы вам всех три клипа хлеба, но вы бы умерли. Там и сарказм есть, и юмор, и высмеивание, и все. Так, расскажите, что сейчас будет? Это блогеры решили сделать клип. Где-то я это видел. В общем, кстати, Джарахов, знаете, Джарахова? Рэпер, блогер. Телекс. Моргенштерн, ваш любимый, кстати, тут есть. О, боже мой. Еще ранее, ранее творчество, ну, это 80-й год, по-моему. И Хлеб мой любимый. Они все были, ну, не все, блогеры и исполнители, рэперы. Вот. В лечебнице, да. В ключе. Бултука Джарахова, у него же этот диабет. Little Big, кстати. Little Big Production. Алина Пясок, это режиссер. Она всех режиссирует все клипы Little Big. Геннай Букин, Геннай Букин. Давайте посмотрим. Мне меняться надо, но, пожалуй, завтра сейчас как-то впадло. Говорят, бандарка, тебе пора стать постарше, перестань играться. Мне всегда 17, и как бы не звучало странно. Пацан, пора отрываться, не отрываясь от дивана. Дел, как обычно, столько много, но заняться нечем. Я снова заливаюсь водкой, нахуй мою печень. Не обещаю, что есть франу, все и тогда бесконечности. Мужик теле, ребенка будто та не воверечная. Там мой эффект, когда они стали все. Мой мир разрушил, я колесей. Уже не важно, кто что скажет. Ах, да, плохо плясся. Если б было море пиво, я девчином стал красивым. Если б было море лодки, стал бы я бы... Это знаете откуда? Ааа, вы только это даже допислили. Но я немножко застеньчив, выложусь под эти ялы. Крепиво салфом, это хет три. Жена и дети, это пет три. Работа для лохов, ищет. Соседка бесит, сука, эй, бич. Если я на поле, но мне не круто. Не подойду на метр к этой суке. Ааа, ну почему блюдо пить? Возди в жизни, это Геннабуки, you know. Я надеваю в повседневном луке. Мой лайфстайл, это Геннабуки. Каждый раз я надеваю свои брюки, Чтобы было куда всунуть трюки. Я отложу все дела, но потом, Буду целый день лежать на полу, как ворон. Ой, никто не выебать носом. Ведь я даже ночью за монитором с набитым стол. Я забил на работу, забил на учебу, Каждый день, как в субботу. И прикинь, как не похуй, что я как-то разоборился, Но трижды в ворон. Если пою, как это, в ступке из клуба, Там большой до коренной глю. Я пою своим делом, так стоит. Это я по ночам. В праздниках, да, с друзьями и бедами. Когда есть что тратить, Когда только получил свой заклад. У меня так много, и сейчас ты уныстил. Могу устрать свои штороны, унистил. Я был уже, ты и так был с детства. Поэтому мой рэп, да, хрэп песни. Это он ест хлеб? Бурье. А когда хлеб будет? Последний. Это Бейграссен Бурье. Ничего не слышно о нем, да? Ничего. Вот, видите, куча монет было. Ради этого кадра просто. Есть пол монетка. Налог вступил в клуб. Теперь постоянно без славы. Дошенный мяч во рту твоей тёлки. Я победитель турниров. А если не в бизнесе, то я скорее всего где-то зрительная стриптиза. Нахуй все. Да не сиськи большие, как Клюв Фокси профиль. Хаслхат снова в доме. МСМ и как родный борт. Да, я и мои огромные деньги. Мы счастливы вместе. В гармониках лета на пару часов. Тебе такой хватит на месяц. Кто король стиля? Я каждый день гардероб обновляю. У модных МС две брендовых вещи. Они не снимают их и воняют. Смотри, суки, на мне хатрик как Гена Буки. На мне куча мэй. Я сделал хит, как Метро Бувин снял. Твою бич как отель на букинг кон. Хип! Я потасит вам, слышь, панк ситал. Если говорить о твоей суки, да я был там. Если говорить о хаслхарде, мы все как отель живем. Так что нам мы должны постарить. Барни ты, сука. Дикий на битах Дикий на битах Твоя сука, сука, ведь ты барон Поднял куш на рис, сын и ловит Он так и погиб на дух, и должны хотеть ищи продавцов Ты не внуки, ты только с топор на парадокс Запомни мои внуки Ты губ, тупо, тупо, дай пол Сын, внуку на топ Ты, Коле, вышел из колонну, слышишь Сука, ты понял, попозам на продаже обуви Чвелеск, мухи, каждый палец в буху Так, красиво Я гендер буки, нажимай на кнопку буки Магнинштайр, а у нас в голове? Да, я на букин, да? Да, да, да Только его не хватало, звездай Смотри на букин Это мордецей Мордецей, да А когда что-то любишь Это не мне, надеюсь Кто-то сказал Беру твоих кур Напихаю им в клуб Эти пташки Меня любят И зовут меня Знаешь, когда я был на Прикорпакте Вот они приблизительно так же разговаривали Я не мог понять, что они хотят вообще Я с самого начала клипа так сижу И ну я... Уже руки не понимают Что-то по картинке чисто понимаю, что они имеют в виду Ну, не знаю, ну рэп вообще, типа, не самая Типа, да Лучшая Куткий про пердёжь принеси нам лям Это правда А след? Да, да Какая-эээээээ... Затресили след немножко Залежался в пакетике, наверное Джейфу ага Магу себе позолить три, зуба как уж штура ван Блин, ну Сань, соберись уже, а? Ты сказал, что я отсосу Следи за тем, что ты пишешь твиттер Ведь я найду тебя и правда отсосу И что ты тогда скажешь? А, пидор! Иди отсюда! А чё? Вокруг меня модели, они высшие сорты Киски свежие, как в кило А сой должен быть фраберок Так давайте сюда и отсутим Что же мы на судьбу? Дорогие муки и заранее забавят Что же мы на тропе и на рэп? Что я могу сказать? Я понимаю, что он не... Должен колодца от жарахов Нет Так что я могу сказать Пока мама была по сценам Очень прикольно проделана А пошла мне все вместе Смотрите, смотрите сериал «Букин» Да, смотрите, да Ну, здесь... Подождите, приходит... Он был же «Букин» Я ваш новый сосед Ну, тогда пошли к стопу Блин, ну картинка, картинка мне понравилась Кейк, слава богу, я ничего не понял Капец Да Смотрите, знаешь, первый Это теперь называется... Бомбит, бомбит, Тараса Наверное, стоит действительно сделать полную экранизацию Потому что русский мы уже не понимаем Переходим на праздник Если ты хочешь замедлить видео раза в два То может, что ты разобрались Нет, нет, там не внят... Там все очень предел понятно Там все очень невнятненько Вот, значит, первый персонаж Я еще могу понять То есть, то, что... Первый, как кто он назвал? Это самый-самый невысокий А, это Джарахов, да Джарахов, Кукарача назовем его вот так Кукарача переводится как таракан, да Значит, я понимал хлебушек старенький Вот это запресневелое, что-то там было И моментами Big Russian Boss, Бордатик и дядя, дядя и все И пим Понятное слово «Они, слава Богу» Ну, видимо, просто я знаю сам процесс записи Как он происходит То есть, ты имеешь возможность там повторять несколько раз некоторые слова И перепевать И вот больше всего они натренировались на сочетании слов «Гена Букин» Вот это, к счастью, у них у всех достаточно четко получалось Даже у Моргенштерна можно было разобрать, что это «Гена Букин» И в самом конце они молодцы, но там, видимо, вообще большая тренировка Повторение «Мать учения» Поэтому они 150 раз произнесли «Гена Букин» И... Серьезно, здесь такой текст, они все обыграли «Гена Букин» Просто все его фишечки Они прекрасно обыграли, они такие талантливые И молодежь их любит Ну, смотрите, кумир молодой крови всегда разрушитель Вот это из текста одной замечательной песни моей Но и суть в том, что слушайте, во-первых, мою музыку Да, нет, спасибо А другая точка, которая меня пугает Погнали переименовать программу в «No P» «No Paphos» «No Paphos» Вот и переименовываю свою программу так А вы смотрите мои клипы Тарас Низашка, я рэпер Я рэпер Хорошо, хорошо Здравствуйте, вам... Нет, позвоните Алло, да, мне не уговорите, я Тарас Низашка, я рэпер Вы сами позвонили, я все, все не могу говорить А что ответчик надо поставить? Тарас Низашка Тарас Низашка Пантомима, мы ее обязательно вырежем и в самое начало И тогда у нас будет 2 миллиона просмотров на кладбище Ну, они у вас под клипами Смотрите, ну, что я могу сказать Ну, Little Big Production, это шикарно Это действительно очень здорово сделано Все с юморком То, что набрали всяких ребят, чтобы похайповать Некоторые ребята нормально Первые, последние, посерединке более-менее А вот Моргенштерн, ну, это чистая деградация Это чистая деградация, которая, ну, в принципе, как говорится Научи меня плохому Плохому дети, особенно дети, с удовольствием обучаются Им нравятся плохие мальчики, плохие девочки Вот, и плохим девочкам нравятся плохие мальчики Вот, и... Но меня тоже не впечатляет Потому что это такой детский пафос, который ничем не подкреплен Одни эмоции, эмоции, эмоции Пафос, пафос Деньги, деньги Да, большие деньги Да, машины там всякие Дома, там, ну, эти вечеринки, колеса, наркотики Ну, я этого не хочу Не хочу, не хочу Не хочу, да, так я себя убедил И с этим я и живу Да, мы позаметили по вашим клипам, что там бюджета нет Сонарей нет, идеи нет, смысла нет Схема очень, в принципе, простая Здесь вот женщины, то есть продается секс Простая, это у вас клипа простая идея Здесь уже, здесь хотя бы нам будет интересно А давайте мы не будем заниматься всяким там сравнительным анализом Все-таки между нами пропасть и как просмотров на таких смыслов Люди не стараются сейчас какие-то смыслы искать, находить Но не будем об этом мнениями Ну, картинка, я же говорю, картинка красивая, интересная Посмотрел бы еще раз Посмотри еще раз и слушай Наоборот, со звуком Тут же в тексте идет Ну, блин, ну я ни хера не понял, что они имели ввиду Я еще подумала сначала Смотри, сначала подумала За 7 смертных грехов Это типа обжорства, чревоугодия Это похоть Ой-ой-ой, а это старость Грех старость, правильно Не-не-не, это кто обсуждает А кто обсуждает Это какой-то ворчуны Блин, как это Такой грех есть А вот это вот что это Давайте я прогуглю все смертные грехи Я вам скажу Вы знаете, вы же должны, вы же верите Вы верящий человек Анастасия, я верующий человек Знаете, всем смертных грехов Я вам скажу, я верю, что если бы вы были чем-то адвокатом Вы бы с удовольствием Проиграли? Нет, вы почему не проиграли? Вы помогали бы людям заносить их вещи в тюрьму Почему? Подождите Я знаю 3 смертных греха Чему добился ты? Рэп Вот этот вот Новая школа Многогранный Разосторонней Нет, я не слушаю рэп Но я знаю, что лтскульный рэп Он в разы лучше Я даже в ропу сужу И по любому направлению музыки Что раньше это сделали Для души Для какой-то там Самоэто А сейчас Самоэто Чистые, короче, бабки И пафос Просто ритмика Кривляние И пафос 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 Да, да Да, да Надо и да Это такое, понимаете Ой, какое зло Я такой талантливый Если не продюсер у меня вне было 140 миллионов подписчиков А 300 Но только продюсер меня тормозит Потому что он организовывает съемки Организовывает людей Организовывает студию Записывает музыку Сочиняет музыку Сочиняет клипы Ну он же говорит же за хороший запахи черный У меня от алкоголя и наркотиков Продюсер Так наоборот там говорится, что он дает наркотик Наоборот Да Я вот это представляю Давайте так представим Что я продюсер У меня щегол 18-летний Слабоумный И который постоянно А сейчас уже слабоумный И я такой раскручиваю его И думаю Я его раскрутил Зарабатываю с него деньги Давай-ка я его посажу на наркоту Чтобы он сдох Очень логично Продюсеры Они же такие тук-тук-тук Они не думают, что Курица несет золотые яйца В суп ее Ну понимаете Серьезно Серьезно Это совсем другие люди Занимаются тем Чтобы вот этих вот наркоманов Сделать наркоманами Как вам аргументация Дайте мне корвалочек Корвалочек Ну видите, как вы замечательно постарели За период этой программы Ребятушки, давайте подводим итоги Мы уже не будем затягиваться